Совет был создан еще в 2014 году. Тогда перед городом стояли важные вопросы восстановления экологического баланса после Олимпийской стройки. За два года специалистам удалось не только успешно запустить основные направления по сохранению окружающей среды и решить ряд острых вопросов, но и выйти на новый уровень, где главная задача уже не сохранность, а обеспечение безопасного использования природных ресурсов. Ведь нельзя заморозить город. Он развивается. Развивается море, развивается морская часть курорта, горный кластер. И при этом, конечно, есть проблемы, связанные с экологическими вопросами. Но можно их просто запрещать, а можно с учетом современных технологий, с учетом денег вкладываемых, наоборот, обезопасить, развивать и создавать условия. На сегодняшний день в городе решен ряд вопросов инженерно-экологической безопасности. Это и ликвидация нелегальных стихийных свалок. Только за последние несколько месяцев вывезено более 200 тонн мусора. И задача по сохранению водных ресурсов. Более 9 тысяч собственников администрация обязала следовать требованиям природоохранного законодательства. И либо подключить свои дома к центральной канализации, либо обзавестись лосами. На протяжении двух лет мы уже работаем. Мы сделали огромную работу. Огромную. Потому что уже наши эксперты, а вернее это Роспотребнадзор, они нам говорят о том, что сегодня те пробы, которые они берут, они нормальные. Также на совещании обсудили проблему привлекательности городской среды. На побережье должна действовать единая система эксплуатации и охрана зеленых насаждений. Сюда относятся своевременный полив, высадка сезонных цветов и кронирование. Зашла речь и о борьбе с вредителями. Если прежде городу удалось своими силами организовать мероприятия по уничтожению завезенных на курорт опасных насекомых, то в будущем нужно принимать радикальные меры на федеральном уровне. В первую очередь внести поправки в природоохранное законодательство. Если есть несовершенство в законах, необходимо эти законы гибким образом своевременно поправлять. Но это процедура. Иной раз это многомесячная процедура, учитывая согласование с правительством, одобрение и так далее. Если речь идет о чрезвычайной ситуации, то нужно действовать. По словам Затурина, когда федеральные природоохранные структуры, прикрываясь отсутствием полномочий, бездействуют, это приводит к непоправимым последствиям. Именно по этой причине в Тисо-Самшитовой роще не была вовремя проведена химическая обработка. В итоге реликты были практически уничтожены насекомыми. К слову, 2017-й указом президента объявлен годом экологии. Участники совета убеждены, что к этому времени город Сочи уже будет иметь свою природоохранную политику и выверенную тактику.